Всем привет! С вами программа видеоновости «Бумеранг» и я, Мария Королёва. Всем гостям и участникам форума были выданы каталоги, в которых представлены работы юных киношников и аниматоров. Это лучшие работы, выбранные организаторами. И вот они на большом экране. А что было дальше, расскажет Анастасия Осипова. Просмотр семи лучших конкурсных работ форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» проходит в Дворце культуры и спорта Всероссийского детского центра «Орлёнок». Проекты ребят выполнены в разных жанрах – телепередачи, анимационные и художественные фильмы. Их оценивают гости форума – профессионалы в области кино и тележурналистики. Я просто поражен, насколько сильно заметен этот прогресс. Значит, в нашей работе, в наших беседах, которые проходили здесь, на «Бумеранге», с педагогами, в мастер-классах, было что-то правильное и рациональное. Значит, это всё-таки нашло ту самую почву, в которой эти семена упали, взросли. И профессионально работа очень выросла. Перед показом создатели и участники проектов выходят на сцену и представляются публике. После все желающие принимают участие в обсуждении работ. Мне хочу сказать следующее. Я бы по номинациям разделил. Телесюжет «Сладкояшком» раскрывает секреты сладкой жизни без вреда здоровью. Корреспонденты студии «Следопыт» для своей телепередачи «Не верю» побывали в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Ребята из детского медиа-центра «Лик» затрагивают тему семейных ценностей. Они принимают участие в конкурсе форума уже пятый раз. В этом году приехали с фильмом «Пока родители спят». Конкурсанты с удовольствием слушают мнения мэтров и сверстников. Я очень благодарен тем ребятам, которые критиковали наш фильм. Потому что с помощью ехи я учусь. Анастасия Осипова, Никита Мальцев, Юрий Когородцев. Видеоновости «Бумеранг». Да, богата земля молодыми талантами. И «Орленок» раскрывает их на все 100%. Репортаж Софьи Карповой. В седьмой раз лагерь стремительный Всероссийского детского центра «Орленок» открывает свои двери для юных участников фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки». Он проводится при поддержке благотворительного фонда «Кузнецкий мост» и Федеральной службы судебных приставов. Среди приглашенных гостей Ангелина Вовк и Павел Пушкин. Я очень рада приветствовать сегодня вас в такой значительной для «Орленка», для участников фестиваля «День». Конкурс проводится в четыре этапа по трём номинациям. Вокал, исполнительское мастерство, хореография. С каждым годом конкуренция возрастает. Жюри всё сложнее принимать решения, ведь это может стать определяющим в жизни юных артистов. Дорогие друзья, вы нам задали такую задачу. Я никогда не думал, что будет такой потрясающий общий уровень. Для восьмилетнего Артемия Винокурова участие в этом фестивале – дебют. Он является чемпионом Севастополя по бальным танцам. Тёма и его партнерша – первый обладатель диплома «Хрустальных звездочек» из родного города. Мои успехи в том, что много медалей, много разных кубков. И я это всё заработал в разных городах. Начинающему артисту очень важна поддержка родных. Артём – не исключение. Вся семья помогает ему в нелёгком деле. Что когда я танцую и что-то неправильно, они мне помогают сделать это всё правильно. И дома, и на самой тренировке. Следующий этап «Хрустальных звездочек» пройдёт в Москве. Артёму Винокурову повезло. В своей номинации он в числе лидеров. Благодаря фестивалю юные участники получают шанс продолжить свой творческий путь и в дальнейшем связать свою жизнь с любимым делом. София Карпова, Никита Мальцев, Иван Кузнецов. Лидия Новости. Гумеранг. В каждом есть зёрнышко таланта. И только от нас зависит, превратится ли это зерно в прекрасный цветок или нет. Об удивительном сочетании талантов в одном человеке расскажет Анастасия Лобанова. Меня зовут Михальченко Ульяна, мне 12 лет. Я из города Нелидова, Тверская область. Когда я была утром в классе, меня папа повёл в музыкальную школу, чтобы я научилась играть на пианино. Мне очень нравилось играть, потому что в садике, я помню, когда у нас всякие праздники были, я пробовала играть на это пианино. Мне так нравилось, так интересно было. И во втором же классе меня папа повёл на студию, чтобы я научилась играть на гитаре. Но играть на гитаре я вообще не хотела ни капельки. Мне не нравился этот инструмент, даже как звучал он. Папа мне сказал, что когда я вырасту, я поступлю в музыкальное училище. Мне это тоже очень не нравилось, потому что я не хотела. На студии с 2011 года у нас появилась группа, называется «Нон-стоп». Мы много где выигрывали, ездили на всякие конкурсы. У меня целые дни загружены, даже выходные. Я не успеваю ничего. И сейчас я очень хочу поступить в это музыкальное училище, потому что мне кажется, что это весело, круто. Мне нравится в последнее время играть, мне нравится петь, танцевать. Я хочу, чтобы ещё мной гордился папа, ну и дедушка тоже, потому что дедушка у меня продюсер, Мактанга Кикабидзе. И я всегда хотела, чтобы мы гордились родителям в основном. Конечно, большое спасибо папе, потому что если бы не он, я бы сейчас ничего не умела. Я хочу стать певицей. Всё, больше ничего не хочу. Хочу стать певицей. Субтитры создавал DimaTorzok Им от 7 до 16, а они уже перенесли множество травм и переломов. Эти ребята не знают чувства страха. В своём юном возрасте они знают мотоцикл, как свои пять пальцев. О смелых мотогонщиков расскажет Анастасия Лобанова. Адреналин, драйв и большая скорость – для кого-то это смысл жизни. Несмотря на то, что мотокросс – опасный вид спорта, он популярен. Даже после тяжёлых травм гонщики всё равно возвращаются. Субтитры создавал DimaTorzok Трасса во Всероссийском детском центре «Орлёнок» – одна из лучших в России. Ежегодно здесь проходит этап чемпионата Европы по мотокроссу. Но и в остальное время она не пустует. На тренировке сижаются гонщики со всех уголков страны. Семья Килькиновых из Москвы на трассе «Орлёнка» впервые. Сергей увлекается мотокроссом не так давно. Сам тренирует сына Дмитрия и дочь Виктория. Он считает, что дети практически не боятся скорости. Иногда их даже приходится останавливать. Нормативы, которые были, они в мотокроссе одни из самых сложных и тяжёлых. По этим причинам мои детишки занимаются мотокроссом. Диме всего 8 лет. Мотокроссом занимается с пяти. За три года тренировок уже не раз становился призёром соревнований. Мечтает стать великим гонщиком. Когда что-то не выходит, не отчаивается. Уверен, спустя пару тренировок всё получится. Даша Джеус – одна из самых юных мотокроссиков. Тренируется на трассе «Орлёнка» уже год. В августе 2013-го только села на велосипед. Спустя месяц уже вовсю каталась на мотоцикле. Следующие соревнования состоятся 30 августа в станице Васюринская в классе двигателя до 50 кубических сантиметров. Соперников у ребят много и сейчас они усердно тренируются. И хотя юные спортсмены понимают всю опасность своего вида спорта, в будущем всё равно планируют связать жизнь с гонками. Анастасия Лобанова, Дмитрий Микишев, видеоновости «Бумеранг». Видеоновости как «Бумеранг» вновь вернутся, чтобы рассказать вам о самом главном. С вами была Мария Королёва. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!